И еще один момент, который я бы хотел, чтобы мы сегодня не сделали, я бы хотел рассказать, мы на самом деле, то, что как вот Бог двигается, то, что вот я обмолвился в прошлый раз, что мы открыли реабилитационный центр и все произошло, я хотел немножко вам пояснить, рассказать, все на самом деле произошло очень быстро. У нас в планах было это, да, вы знаете, что мы тут вот, есть такой план, есть такое видение, причем даже со сверхъестественным подтверждением того, что мы будем строить свое здание, и на самом деле это нелегко, но вот это подтверждение было таким образом, что я как-то сразу это вот влюбился в эту мысль и начал сразу чуть-чуть двигать это все по-своему, я зарядил дизайнера, чтобы мне сделали проект. И проект, она сделала, я как бы ее возил в одно место, показывал ей, что я примерно хочу, и здание там было квадратное, и я как бы даже вот не думал, что вот она что-то сможет изменить, но я ей сказал, ты дизайнер, и я как бы люблю так вот творческим людям подчиняться, потому что пускай они сами там думают. И она сделала такой проект, мы однажды выложим его на, тоже на, на наших группах, все покажем, и здание получилось очень такое вот длинное, вытянутое, и я никому не сказал об этом, я как бы вот носил это в себе и думал, ну как бы вот я могу принимать решение, и почему она нарисовала это длинное здание, я вот хотел квадратное, она нарисовала длинное, и был такой вопрос внутри меня, но и все, я хотел как бы с ним, не то чтобы я сильно мучился, но я просто размышлял, вот, потому что вы решение принимать, я могу искать, нет, давай квадратное, правильно, почему длинное, и Алексей, вот мне рассказал, просто параллельно, он не знал, что я сделал проект, что, говорят, у Маши, жены, да, Маши, у твоей жены, да, был сон, да, у нее, был сон, она рассказала Алексею, мы как бы с ней практически не знакомы, но у нее был сон, что она видела, как в этом сне длинное здание, и человек нерусской национальности дарит мне это здание, и так далее, но самое главное, что меня поразило, что в ее сне был такой символ, как длинное здание, и я просто был обескуражен от того, как Бог, Он действует, и на самом деле мне трудно было держаться за это видение, чтобы вот это все как-то двигать, разгонять, но когда был сон, и я понял, что эти вещи никак не связаны, я понимаю, что мы должны двигаться в этом направлении, именно в этом направлении, что Бог уже вот просто вот сказал держаться, и все, и не можешь отпускать, вот, поэтому, но для того, чтобы нам это все двинуть, чтобы это построить, мы поняли, что мы тоже должны открыть центр реабилитации, да, для того, чтобы было движение, для того, чтобы мы могли тоже, да, делать строительство, ну и просто существовать как комплекс, да, не только церковь, но именно тоже и центр реабилитации был какой-то небольшой, для того, чтобы вот, ну и заниматься работой, и тоже есть возможность строить как-то, да, и мы знаем это движение, правильно? Мы знаем, как эти вещи сделать. Поэтому, ну, опять же, да, Бог так все сделал, я думал, вот, ну, смотрел там на одну землю, и уже был вот настроен туда-туда-туда, видел только это, все, кто пытался противостать, меня как-то остановить, я всех отрезал, потому что говорил, что нельзя меня останавливать, ну, у меня есть такое чувство вот внутри, что вот Бог так быстро начал двигаться, и все, что пытается вот вот у меня такое вот внутри, что всегда, когда кто-то начинает сайт, ну, подожди, подумай, и давай поищем что-то другое, я в этом вижу только какой-то тормоз, и начинаю сразу реагировать немножко, ну, агрессивно на эту ситуацию. Поэтому, вот, как ни происходило, я все равно держался, все, и вот так вот, потому что я понимал, что нету времени, земля действительно хорошая, и цена вроде нормальная, там, и так далее, и я держался за это видением, и как бы двигал-двигал, и все, уже вроде как время стало подходить, что нужно именно туда, нужно искать, как бы, деньги, какие-то деньги есть, но каких-то еще там не хватало, ну, короче, все равно затрат как бы больше, чем есть возможности было, да, и все вот это вот меня напрягало. А потом начала происходить такая ситуация, что вот начали звонить там родители определенных ребят, и я видел, что, ну, что-то такое происходит, что, ну, нужно открывать уже лепцентр, что нет вот этого времени, что вот просто ждать, и как бы вот со своими мыслями. Опять Бог начал вот через эти ситуации просто ускорять. Мы начали искать дом, просто чтобы снять его, это очень трудно, ты приходишь туда снимать дом, тебе говорят, а вы кто? Мы просто рабочие, они так на тебя смотрят, и говорят, а вы не ребцентр, случайно? Поэтому, на самом деле, это очень сложная вещь. Мы с Юрой поездили и поняли, что это будет трудно сделать. Начали там искать квартиру, ну, потому что, ну, действительно, мне звонило несколько человек, один, и жена одного нашего парня, и мама, говорит, ну, все, человек погибает, нужно что-то делать, и я как бы понимал, что, ну, вот это именно тот толчок, который вот просто ты не можешь ждать. И вот благодаря тому, что мы начали тыкаться туда, тыкаться туда, уже приняли решение, я уже этого парня просто, ну, еще не было решения, я уже просто этого парня взял с собой в машину, говорю, все, ты сегодня уже, он собрался и собрал свои вещи, потому что ситуация была сложная, и просто вот, я не знаю, как это, поверим, можно сказать, не поверим, все, уже вариантов не было. Снимем квартиру, дом, начнем что-то делать. Ну, тоже там тыкнулись, что-то не идет, и чудесным образом я позвонил еще в одно место, это мои родственники, тесть мой и там брат жены, и оказалось, что у них есть очень хорошее место, которое, ну, на самом деле, уже давно пустует, и они сверхъестественным образом, ну, я думал, я у них временно там обоснусь, и говорю, давайте я вот тут, даже не сказал для чего, ребят поселю тут своих рабочих, и, ну, через какое-то время перезвонил сам этот вот брат жены, и говорит, а может, тебе там репцентр открыть? И я говорю, чего-чего? Он говорит, ну, что ты думаешь, я не понимаю, кто ты, чем ты занимаешься? Я говорю, ну, ладно, ладно, ты меня поймал, говорю. И как бы вот чудесным образом сердце его и сердце моего чести, они как бы открылись, они сказали, ты можешь заниматься на этой земле полностью, там есть постройки уже, я ребят возил туда, потому что ребят все спрашивают, как там, и я говорю, вам, тебе надо увидеть просто это, потому что это действительно красивое место, там действительно уже есть постройки для того, чтобы все начать, и действительно мне это просто вот отдают для того, чтобы можно было развиваться. Но я вам скажу, еще такой был момент, что мне было настолько трудно, вот, был такой момент, что прям действительно было трудно, что я не понимал, я что-то пытаюсь сдвинуть, но двери не открываются, да, как вот с этим домом там, который, а вы не из репцентра, да, и эти квартиры, и как будто бы вот я пытаюсь что-то сдвинуть, что не сдвигаются, мне было так трудно, я искал Бога, и опять же, я сказал Бог, ну просто скажи что-то, проговори там. Открыл Библию, прочитал такое место, где Павел пишет Перинфянам, он, так, он, да, он находится в Ефисе и пишет Перинфянам. Говорит, что я сейчас к вам прийти пока не смогу, хочу прийти, чтобы побыть у вас подольше, но сейчас я буду оставаться в Ефисе, потому что мне здесь открыта великая и большая дверь, и дальше он пишет, и противников много, я прям так это вот прочитал, он пишет, и противников много, знаете, и я, ну вот перед тем, как это все сдвинулось, очень сильно чувствовал сопротивление как бы и внутри, и снаружи, и как-то вот что, и вот тяжело было стоять, но я прочитал этот стих и даже сначала не понял, почему я его прочитал, потому что я не понял, что дверь открыта будет, но потом, когда эта дверь открылась, я тоже это все увидел, что есть много противников, есть много работы, и двигаться нужно быстро, и действительно Бог дает и подтверждение, и дает вот эту открытую дверь, вот эту великую, сильную дверь, я хотел бы, чтобы вы тоже это почувствовали, что почувствовал я, что мы как бы не пытаемся бежать впереди Бога, но Бог действительно так делает, что мы должны двигаться быстро аминь поэтому вот мы уже двинулись мы там уже начинаем делать ремонт мы чуть-чуть будет потеплее мы все туда поедем сделаем там шашлыки или что-то или плов или как то там очень хорошая природа это очень хорошее место это всего 30 километров от самары по очень ровной такой быстрой дороге поэтому место действительно очень хорошая помимо этого там еще очень много земли интересные но мы будем в дальнейшем все рассматривать все наши все наши проекты за поэтому вот таким образом все произошло и еще один момент или два которые я бы хотел сейчас сделать чтобы мы тоже помолились за людей потому что у нас есть александр сейчас он выйдет мы за него помолимся которые ну я понимаю что для того чтобы двигать реп-центр нужны люди нужны люди посвященные нужны люди помазанные и я начал тоже искать и тоже молился долго чтобы бог он не дадавал людей именно его людей которые действительно способны для этой работы потому что я понимал что я могу как-то вот это выбирать да людей предлагать кому-то что-то и людей они есть на самом деле да и можно иногда сделать не тот выбор и пойти в какую-то не ту сторону и он всего там несколько месяцев или месяц ушел из рэта пробыл там восемь лет и для него это тоже такое сложное решение сейчас взять и продолжать потому что мы все знаем когда мы уходим чуть из рэта хочется начать пожить для себя и да и все вроде как бы границ нету но так все происходит и поэтому я тоже дал паузу не сразу как бы он был один из тех кто пришел мне на ум его позвать в это дело и я когда услышал что у него там есть я уже хотел сказать но потом я услышал как они разговаривали что у него какая-то работа там намечается в хорошей фирме я думаю нет я не буду вмешиваться я дам паузу если у этого человека сейчас все получится с работы то это значит будет ли меня каким-то подтверждением но там с работы не получилось поэтому вот я ему сделает предложение мы поговорили он тоже мне сказал что он тоже что-то чувствует от этого что у него есть желание и как-то тоже и вырасти и сделать что-то для бога еще пока не остыл потому что ну на самом деле это хорошо потому что нужно верить когда мы идем и посвящаем свою жизнь богу бог он заботится о нас и бог дает нам и будущее и надежду это так потому что когда по-другому быть просто не может это кажется что мы вот что-то только вот все в жертву приносим но когда бог принимает жертву это самое лучшее для человека поэтому я бы хотел чтобы мы за него помолились сейчас как церковь для того что просто вот пришла эта уверенность пришло это помазание для этой работы который предстоит делать также я хотел бы чтобы вот вы поняли уже да что мы открылись как центр да мы еще не сделали нужные все документы поэтому мы не работаем пока прям вот официально как реп-центр но нам ничто не мешает работать частным образом приглашать к себе в дом людей поэтому здесь нет никаких сильных нарушений закона поэтому вот хотел бы чтобы вы и те кто нас слышит между своими там друзьями распространили что вот мы занялись и как бы нам нужны люди людям нужны мы как бы для реабилитации и у нас все двигается вот поэтому таким таких пироги давай саш выйдешь да мы сейчас с ребятами за тебя помолимся да и старший ребят тоже выйдут чтобы все было как должно быть грехи бог благодарим себя за человек иисус мы верим что это тот человек которого ты ставишь на это место господь и благослови его ты помашь его во всем господь пусть придет просто твои откровения как нужно делать как нужно двигаться не стоит пусть придет это мудрость господь пусть придет просто сила твоя костовать пусть придет бодрость твоего духа война иисуса христа мыслови его жизнь господь полностью покрой все его нужды господь пускай просто придет благословение процветать я maximum устья сфере его сферы и у него ж с покрыт так как этот человек он изъявил желание служить тебя с его сердца Господь, пускай придет это посвящение, пускай придет это отдачное, пускай придет это помазание во имя Иисуса Христа. Также просим тебя, ты приводи лидеров, приводи людей на эту работу, Господь. Просто приводи тех, кто нуждается в исцелении, Господь, просто пусть все это будет от тебя, Господь. Пусть мы не будем сами что-то делать, но мы хотим делать, Господь, твою работу, твое видение во имя Иисуса Христа Господь, Ты наш Царь Господь, Ты наш Учитель, Ты наш Пастор. Пускай будет вся слава Тебе, Иисус. Аминь. Все, вперед. Подождите, старший. У нас есть еще два человека. Его помощники это Юрий и Дмитрий. Это тоже ребята, которых вы знаете. Давайте вы тоже выйдете, мы за вас помолимся. Потому что они тоже те, кто это все начинают. Но они не были, они не ушли месяц назад из роту. У них у каждого своя история. И они находятся еще в процессе восстановления. И им нужна тоже наша поддержка, молитва, чтобы пришла сила, чтобы пришла вот эта внутренняя сила, чтобы противостать этим всем привычкам, тем, что их разрушило, долгие годы разрушало, и чтобы пришла сила помазания мудрости от Бога. Аминь. Великий Бог, мы благодарим Тебя за этих людей, Господь, за то, что Ты восстанавливаешь их жизни, Господь. Мы просто просим у Тебя, чтобы Ты просто быстро совершил чудо в их жизни, Господь. Потому что нет времени, Господь. Потому что есть очень много работы, Господь. Есть очень много дел, которые нужно делать, Господь. Ты просто помоги им найти силу просто противостать, набраться этой смелости, Господь, этой мудрости Твоей. Ты противостай всему, что мешает, всему, что запинает, Господь. Просто исцели их тела, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть придет исцеление, пусть придет здоровье Твое, Господь. Пусть придет мудрость твоя во имя Иисуса Христа, духом твоим наполни их, Господь. Просто освободи, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Ты будешь прославленным и возблищен. Ты наш царь, ты наш Господь, Господь, ты царь царей. Мы любим тебя, мы прославляем тебя. Просто благослови это дело во имя Иисуса, Господь. Мы просим у тебя твоей поддержки, Господь. Мы без тебя не можем, Господь. Мы без тебя слабые, Господь. Мы без тебя вялые, Господь. Мы не можем быть богом по себе. нам нужно много сделать, Господь, поэтому ты дай нам силы Твои, дай нам мудрости Твоей, Господь, пускай просто Твое благословение, оно пребудет на всем этом деле во имя Иисуса Христа, Господь, укрепи наши руки, Господь, укрепи наши ноги во имя Иисуса Христа, да будешь ты прославлен и возвеличен, как великий Тридзин Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все. Вот так, да? На самом деле интересно, да? Все движется? И я надеюсь, что вы чувствуете, что Бог что-то делает, что Бог привыкает, и слава Богу, аминь.